Субтитры делал DimaTorzok 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 Система построения точно такая же и в DimaTorzok Единственная разница там двухмерная здесь можно трехмерное пространство использовать И вот по умолчанию идет обычно угловой сплайн но его можно не переключаясь превратить в сглаженный вот для этого просто берем точку введем точку ставим вторую и не отпуская левой кнопки мыши начинаем ввести здесь уже вопрос на сколько вам нужно изогнуть эту линию отпускаем дальше ставим следующую придерживаем и таким образом мы рисуем именно сделаем столько точек сколько надо и рисуем именно сплайн такой формы какой нужно то есть здесь уже дело практики чем больше вы практикуетесь и рисуете тем точнее вы сделаете любой сплайн но есть еще и другие способы если не так часто вы пользуетесь сплайнами можно его нарисовать очень грубо допустим вот таким вот образом такую общую грубую форму и после этого редактировать превратить его в сглаженный в любой и угол сглаженный и полностью сглаженный то есть в любую форму превратить ну об этом редактирование чуть-чуть немножко потом так далее так убираем все это ненужное переключаемся на перспективу так следующее что у нас идет с точками мы поговорим позже дальше у нас идет метод ввода с клавиатуры ну вот здесь в данном случае интересно тут у нас три координаты так как у нас программа трехмерная значит у нас три координаты следующая вкладка идет добавить точку глазет закрыть сплайн и финиш завершить сплайн ну вот сразу каким образом можно вводить ну вот здесь сейчас нулевая точка возьмем и создадим ее вот мы создали нулевую точку а следующую точку допустим протащим по оси х на 50 у нас она выделена уже на 50 сантиметров и создадим еще одну точку вот ну для наглядности мы включим отображение то есть вот мы создали уже одну линию а следующую точку вот здесь у нас 50 по Y тоже 50 сделаем то есть сюда чтобы протащить нам то есть делаем 50 и добавим точку то есть ну это мы делаем все в одной плоскости для того чтобы нам перейти в трехмерное пространство мы задействуем третий параметр допустим все это по 50 и 50 еще у нас по оси Z вверх и создаем точку вот в данном случае то есть при помощи этого метода можно сделать любой сложности сплайновую форму и потом ее превратить в какую-то объемную форму ну сразу скажу что этот метод больше приемлем в автокате ну я не знаю может быть кто-то и пользуется этим методом ну мне ни разу не доводилось это делать но я думаю что мало кто этим пользуется это не такая точная программа как автокат ну я не знаю это уже дело как бы хозяйское и можно использовать команду допустим глазет и мы замкнем ее с первой точкой то есть вот эту команду и финиш завершить если нам не нужно замыкать мы просто можем нажать финиш и завершить у нас будет открытый сплайн не замкнутый а открытый сплайн ну вот это то что касается не и в завершение этого урока вернемся чуть чуть немножко назад к построению готовых сплайновых форм ну кроме вот этих готовых сплайновых форм которые мы видим перед глазами существует еще несколько форм для этого нужно перейти вот экстенты в сложненные сплайновые формы и вот здесь в данном случае мы видим так вот идет раз готовые такие формы то есть это прямоугольник с какой-то толщиной это у нас п-образный уголок там допустим вот этот сам уголок это у нас идет т-образный и идет швеллер ну вот такие вот еще формы но это чисто ну на этом можно сказать до свидания до следующего занятия но и до свидания до свидания и доvida в этот раз